Всем привет! Днепр на связи. 14 июня, час 45 ночи. Ну что, друзья, тревожное окончание вечера переходит в такую же тревожную ночь. У нас во время предыдущего сигнала воздушной тревоги летали беспилотники прямо над городом, и разведывательные, и мопеды в области летали. Много их было. Ну, затем был отбой. В час 25 и в час 31 новая тревога, и написали повышенная ракетная опасность, пройдите в укрытие. У Запорожья прозвучали взрывы. Предварительно Искандер-М. Предварительно два прилета. Вот такие, друзья, дела. Ночь уже перестает быть томной. Надеюсь, все живы-здоровы, потому что много людей в Запорожье смотрят. Вот так вот. Ну и плюс летит российская авиация. Скоро должны быть пуски ракет. И затем их хождение в воздушное пространство Украины. Ну и поздно вечером было сообщение там от местной власти, областной, что зарядите гаджеты, пауэрбанки. Ну, скорее всего, очередной удар будет по энергетической инфраструктуре нашей страны. Ну и наша область действительно, друзья, тревожится, потому что с утра, начиная, куча разведывательных беспилотников. И вот, да, уже вечером, ночью, и сейчас вроде как тоже летает в пригороде разведка. Очень активна разведка. И, ну, надеюсь, это все не оправдается, да, чуйка, ощущение, но что может быть нанесен удар по нашей области, по городу. Поэтому, друзья, берегите себя, будьте бдительны. И нифига от нас не зависит, все это на фарт, на удачу, но, но, все-таки, что-то как-то, что-то как-то, а ничего и не как-то. Потому что, опять же, от нас нифига не зависит. Вот такие, друзья, дела. Перед этим, кстати, была активность российской авиации в Черном море. Выходили на пусковые рубежи, ну, вроде как, сказали, тренировка, отрабатывали просто вот эти импульсы, которые пускали имитация пуска ракет. В принципе, и все. Вот такая вот обстановка. Фух. Ночь недобрая, вряд ли усну, поэтому. До нового выхода на связь, в случае чего, Запорожье. Надеюсь, все живы-здоровы. Спасибо за внимание.